Особое мнение на 101FM Поэтому по пешеходной дорожке прошелся с трудом Ну, то есть даже у правительства они скользкие? Да, да Но, может быть, у самого здания правительства я, конечно, там не проходил более-менее Но, по крайней мере, вот на этой стороне дороги гололед Ну, мы прямо в самом центре города, да И, тем не менее, гололед здесь, гололед везде Пишут, что очереди в центре травматологии по 100 человек Естественно, аварии на дорогах Вот в таких условиях дорожные службы стоит винить, как, в принципе, это весь город делает? Или это уже ЧАЭС, и тут все бессильны? Как считаете? Ну, я считаю, что погода, которая нас вчера в кавычках обрадовала, это не редкость В последнее время И в последнее время тоже, да Гололед у нас был, дождь был, по-моему, неделю-две назад, да Выводы никакие не сделаны Я считаю, что здесь винить дорожную службу не то, что нужно, а необходимо Выводы, я думаю, что главе администрации города Кирова необходимо сделать Выводы над соответствием занимаемой должности руководства УДПИ Поэтому я считаю, что полная безответственность их стороны По крайней мере, там, дороги, если более-менее растаяли, да Потому что там от автомобиля все равно идет тепло Я не видел, по крайней мере, чтобы их сыпали То пешеходные дорожки, они находятся в плачевном состоянии Но вот я, насколько понимаю, сыпать — это только портить обувь Вот ты... Ну, все зависит от реагентов Почему-то в других городах, которые, ну, идут в ногу со временем Таких проблем, наверное, нету Я не видел, по крайней мере, там, находясь в Москве или в Казани В точно такую же погоду Не видел, чтобы проблемы были именно с пешеходными дорожками Я считаю, что там это держат на контроле И только там увеличивается шквал пострадавших от гололеда Все-таки принимают меры У нас, по крайней мере, я не вижу никаких мер Вчера был гололед Сегодня по этим же пешеходным дорожкам я прошелся Он никуда не делся За ночь ничего не посыпано Я не говорю, что там нужно опять там полгорода песком завалить и так далее То есть, ну, есть же другие реагенты Почему мы на них не переходим? Ну, не знаю, у меня много вопросов Может быть, уже не о реагентах надо говорить? Тут недавно у нас был даже заголовок, что кировский лед реагенты не берут Ну, может быть, это действительно так? Может быть, какие-то другие меры должны быть? Ну, не знаю, мобилизовать весь город Это реально у нас? Мобилизовать людей, найти кого-то, вывезти на дороге? Ну, я считаю, что средства выделяются в необходимом объеме Поэтому почему их там не могут должным образом распределить, куда необходимо? Ну, тут опять же большой вопрос Ну, примеры прошлой зимы, когда генподрядчик, это ГДМС, винил свое безобразие, то, что творилось на дорогах на субподрядчиков Хотя там у нас, для нас есть только генподрядчик, нам не важно, кого он там нанимает на работу И тут же декларирует прибыль, если не ошибаюсь, по-моему, там сто с чем-то миллионов Зачем нам такое, ну, условно, муниципальное предприятие, которое декларирует прибыль за счет того, что неправильно осваивает денежные средства? Ну, ему деньги были выделены со стороны администрации города Кирова Почему эти деньги, все, не все, не важно, сколько их там потребуется, были пущены не на то, чтобы очистить улицы от снега и гололеда А задекларировать прибыль, ну, у меня много вопросов, нужно ли такое предприятие? Еще одна горячая тема, перейдем к ней, это повышение цен на проезд Об этом было заявлено в пятницу Глава РСТ Максим Михайлов сказал, что точно, стопроцентно с 1 февраля повысятся цены на проезд Какой суммы ждать кировчанам, как вы считаете? Ну, я считаю, что здесь загадки там, наверное, нету Опять же, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение Но я в этом не уверен Илья Вячеславович Шульгин, там, по-моему, два месяца назад, там, тоже на одной из пресс-конференций Озвучивал, что стоимость проезда будет 25-26 рублей Ну, я больше чем уверен, что, поскольку муниципальное предприятие АТП Подчиняется администрации города Кирова То тут никакого секрета нет И, наверное, там, Илья Вячеславович говорил, зная эти цифры Поэтому я считаю, что примерно так и будет 25-26 рублей по городскому тарифу Со стороны перевозчиков, какой суммы они ждут? 25-26 рублей – это много, это мало? Отправляли ли вы заявку в РСТ? На городские тарифы мы заявку не отправляли Что касается других перевозчиков Ну, здесь я не готов сказать, поскольку на эту тему мы с ними не общались Я, ну, тут недавно ознакомлялся с другими регионами ПФО Примерно по численности населения, как у нас, там, города тоже смотрел Ну, на самом деле, у нас достаточно на сегодняшний день низкая стоимость проезда Но, опять же, если учесть, что у нас самые высокие цены на топливо и так далее Там, соответственно, и запчасти, низкие заработные платы Я думаю, что здесь все-таки нужно применять механизмы датирования перевозчиков Ну, сейчас получается, что все дыры в бюджетах предприятий закрывают пассажиры Но давно от этого нужно выходить Необходимо как-то там правильно все это сбалансировать Необходимо, чтобы городской бюджет также участвовал Если у нас топливо растет, не мы виноваты в том, что оно растет космическими шагами То, соответственно, тут должен бюджет города Кирова Я думаю, как-то в этом участвовать Раньше участвовал, почему сейчас не хочет участвовать Почему на следующий год не хочет участвовать, у меня много вопросов Да, бюджет дефицитный Но мы видим, как некоторые средства там расходуются непонятно куда Я езжу через старый мост и вижу, как плитку до сих пор ложат, брусчатку на пешеходную дорожку Я больше чем уверен, что весной ее не будет Половины точно Поэтому, может быть, надо просто пересмотреть статьи затрат И пустить средства, направить средства на те направления, на те нужды На общественный транспорт, на социальную сферу Чтобы пассажирам было комфортно, чтобы перевозчики не закрывались каждые три года Но, опять же, почему это не делается? Вопрос риторический Где-то нужнее или так проще? Мне кажется, так проще Я не думаю, что нужнее сейчас в снег класть брусчатку Пассажиры пешеходы сейчас это все равно, во-первых, не увидят, не оценят Потому что идет снег Во-вторых, весной, я говорю, что мне кажется, что ее будут перекладывать Если и будут перекладывать Поэтому, наверное, сейчас нужнее эти средства перераспределить на другие статьи затрат Неважно, транспорт это или любая другая социальная сфера Но они есть Бюджет у нас дефицитный Как раз недавно ее принимали Я думаю, что над ним много еще предстоит работать и в будущем А вы подсчитывали, ну вот, для вас, как для перевозчика Какой должна быть эта сумма, стоимость проезда И какими должны быть дотации Какую часть из этой суммы? Мы просчитывали только пригородный тариф Потому что мы по городскому тарифу практически не работали То есть как раз у нас применялся такой механизм На протяжении пяти лет, что на тех маршрутах, где мы работали по городскому тарифу У нас все-таки расчеты шли по пассажиры километру И администрация нашему предприятию датировала необходимую сумму Вот такой механизм и нужно было, и правильнее было бы применить И на всех перевозчиков Поэтому мы только пригородный тариф просчитывали На сегодняшний день, не секрет, он для нашего предприятия Без учета рентабельности равняется 4 рубля 34 копейки Мы до сих пор ездим по стоимости 3 рубля 51 копейка за пассажиры километр Ну, то есть это примерно на 90 копеек Это без учета рентабельности И с рентабельностью там сумма выше примерно процентов, наверное, на 9 Эти 90 копеек вам датируют? На пригороде не датируют На маршрутах пригородных, которые входят в муниципальное образование город Киров Их датировали до 31 декабря 2019 года С следующего года их датировать не будут При этом введен единый городской тариф Да, да Ну, опять же, здесь у меня вопрос Что из этого там получится Я думаю, что ничего хорошего из этого не получится Предприятие Киров Пассажир Автотранса Также будет находиться в таком плачевном состоянии Потому что, ну, видно, что со стороны администрации Кроме как кнута нету никаких пряников Ну, вот у меня как раз вопросы Заготовленные вопросы Как удалось снизить цену? За счет чего? Только за счет кнута? Не за счет чего, просто взяли и снизили Все, не просчитав никакую экономику Экономику у нас запрашивали Мы показывали экономику Что там дотации необходимо будет в разы увеличивать Ну, вот, я не знаю, кто принимал такое решение Но я думаю, что это решение еще окнется и нашему предприятию А если там наше предприятие, не дай бог, там из-за этого встанет То, наверное, и пассажирам, и администрации будет, ну, не сладко А почему вы согласились тогда на это? Ну, у нас выборов нету Или нам 31 декабря оставить свои автобусы к забору Или начинать осуществлять перевозку Все-таки уходить в кризисную ситуацию Ну и, наверное, потом я не исключаю, что у нас дойдет до каких-то там урегулирований Со стороны администрации, может даже судебных А если я правильно понимаю, то вот с 2020 года у вас, кроме вот этих вот пригородных маршрутов, да Которые там по городскому тарифу будут оплачиваться билеты У вас появляются еще городские маршруты Вот они в какой-то степени могут компенсировать? Они не покроют, потому что маршруты достаточно со средним пассажиропотоком Нет маршрутов сверхдоходных Эти маршруты, как и прежде, остались у муниципального предприятия и у частного предприятия автохозяйства Это, ну, не секрет, это 23 маршрут, первый маршрут, на авиатское все направление То есть они на сегодняшний день работают только в прибыль Остальные маршруты работают либо в ноль, либо в какой-то убыток Поэтому эти маршруты нас сильно точно не спасут Но я думаю, что отработав январь, мы уже поймем, насколько там в большей сумме мы ушли в минус И какие это будете принимать меры? Какие это меры могут? Я продолжаю настаивать, что это маршруты, несмотря на то, что они включены в реестр муниципального образования Город Киров, по которому мы работаем, это Московский Победиловский тракт Они все-таки перегородного значения У нас есть там самый главный документ в автомобильном транспорте Это устав автомобильного транспорта И несмотря на то, что Илья Вячеславович считает, что это маршруты городские Ну, с законодательством, как минимум, спорить, наверное, бессмысленно Более того, этот вопрос возникал 9 лет назад Верховный суд сказал дословно Это маршруты пригородного значения Несмотря на то, что они включены в реестр муниципального образования города Киров И они должны работать по пассажирокилометру Разницу должна датировать администрация Идея о том, что необходимо на всех маршрутах, входящих в реестр муниципального образования города Киров Сделать городской тариф Это правильная идея Мы ее давно уже озвучивали в администрации Еще два года назад, когда только пришел на эту должность Но разницу должна датировать администрация Пассажирам надо сделать хорошо А уже минус перевозчиков должна датировать администрация Чтобы на пассажирах это не сказалось И это правильнее так будет Потому что, ну, не секрет, что в тех населенных пунктах Которые были там много лет назад Включены в границы муниципального образования города Киров Где-то убрали поликлинику, где-то школу и так далее То есть людям приходится и в детские сады в Киров ездить Но здесь, я говорю, акцент сделан правильный Но все свалить на перевозчика А потом удивляться, почему у него все так плохо Ну, наверное, как минимум неправильно Ну, я правильно услышала, что вы, если увидите серьезные убытки Готовы идти в суд? Ну, мы будем пытаться их урегулировать То есть не все зависит от нас То есть мы тоже предприятие государственное Поэтому мы будем докладывать своему руководству Соответственно, мое руководство Это Министерство транспорта Кировской области А там уже какое мнение, решение будет принято Тогда уже будем разговаривать У нас сейчас перерыв Через полминут вернемся в студию Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня его высказывает гендиректор компании Киров-пассажир «Автотранс» Денис Пырлока У микрофона работает Мария Кожевникова Денис, еще один вопрос в тему повышения тарифа Насколько правильно на фоне истории с хищениями в ЦДС Эту стоимость повышать? Я объясню, почему я такой вопрос задаю Сейчас кировчане видят, сколько, прям до рубля На каждой карточке воровали денег Именно на том, что улучшали, как нам говорили, городской транспорт На всех нововведениях и на заправке топливом, как оказалось, печным Деньги тоже воровались При этом нам сейчас говорят, что, ну как бы, друзья, оплатить все равно надо Правильно ли на этом фоне сейчас повышать стоимость или эти вещи связывать не стоит? Ну, я считаю, что, во-первых, таких фонов может быть еще немало Потому что я не вижу на скамье подсудимых бывшего генерального директора АТП Дубровина Николая Ивановича, по-моему, он уже сейчас забыл То есть он же тоже был замешан в этих махинациях Но почему-то он пока не за решеткой Поэтому этот фон может продолжаться долго и долго Неизвестно еще, сколько показаний дадут вот эти, в кавычках, обвиняемые Но он, насколько я знаю, задержан, а не в уголовное дело заведено, был задержан Да, но пока мне непонятно все-таки, чем это закончится Во-вторых, хищения, за которые сейчас эти ребята отбывают наказание Про эти хищения, на самом деле, я еще 4 года назад говорил Но оказалось, что я был прав, да? Эти хищения были в ЦДС, в электронном проездном, на перевозчиков-то они никак не отражались То есть перевозчики, ну, не секрет Платят за вот эти, за транзакции, за электронные все эти вещи Платят определенный процент в электронной проездной Соответственно, воровались деньги в электронном проездном, ну, и в ЦДС, да? Мы как платили, так и платим То есть у нас суммы не снижены, не повышены То есть мы на том же остались на тех же размерах, что и 5 лет назад Поэтому нам-то легче от этого не стало, что одних людей там посадили Других, наверное, скоро посадят Поэтому здесь эти вещи, наверное, я бы не стал связывать Ну, а если судить по обществу, по градусу, там, не знаю, обострение ситуации Накаливание вообще отношений ко всему, что происходит Ну, у нас вообще в последнее время вообще наблюдается такое паническое настроение Там не всех граждан, но, скажем так, меньшинства, наверное Которые любят где-то кого-то там раскритиковать Я вообще вот сейчас там немножко отвлекусь Там вижу, что у нас работа ведется только по группе злой кировчанин Несмотря на то, что там в администрации отделы Я не знаю, там, как они раньше работали, да Но сейчас отрабатывается только та информация, которая поступила там в группу злой кировчанин Да, поэтому, ну, так, мне кажется, работать неправильно И мне кажется, мы только больше еще там жителей города Кирова и Кировской области дразним То есть необходимо делать так, чтобы злой кировчанин, наверное, писали только для того, чтобы отблагодарить там чиновников, предприятий и так далее Но у нас почему-то все наоборот Поэтому, ну, я считаю, что градус этот, безусловно, необходимо снижать Но в ближайшее время вряд ли это там быстро получится сделать И если сейчас не повысить стоимость проезда, которая три года не повышалась То в ближайшие два-три года, наверное, ее вообще не получится повысить Поэтому здесь, наверное, один из подходящих моментов Хочу переходить к другим темам Скоро Новый год Обычно в этот момент принято подводить итоги года уходящего Говорить о том, что впереди Давайте вот посмотрим на наш общественный транспорт На то, что с ним происходило вообще в течение 2019 года Какие изменения к лучшему произошли, если они произошли И был ли это какой-то качественный шаг вперед Или скорее мы откатились на наших автобусах и троллейбусах назад Может быть, давайте не касаясь вашего предприятия А, допустим, о городском транспорте поговорим Вот ваше представление со стороны Ну, по крайней мере, вот в том числе Из-за того, что мы, наши предприятия, там, городские маршруты Будут обслуживать с 2020 года Мы, на самом деле, хотим, ну, скажем так Немножечко другое видение общественного транспорта показать На сегодняшний день там в нашем предприятии И в автобусах арендных В общем количестве, в общей массе Порядка пяти автобусов уже с кондиционерами оборудованы То есть летом мы, наверное, обрадуем наших пассажиров кировчан Порядка, наверное, там, пяти-шести единиц Также подвижного состава Адаптированы под доступную среду Под людей с маломобильными возможностями Порядка двенадцати автобусов на топливе метан экологически чистые Но и на сегодняшний день осталось, по-моему, всего три автобуса С экологическим классом ниже евро-3 Безусловно, там уже все крупные города стремятся перейти на евро-5 Но поскольку у нас в городе Кирове преобладает в основном еще евро-2 и евро-0 То уйти от евро-2 в ближайшее время, там, месяц-два мы точно сможем Опять же, здесь вызывают опасения другого предприятия транспортного, это АТП У них, наоборот, по крайней мере, недавно слышал, что они убирают перевозчиков, субподрядчиков Которых автобусы экологического класса евро-3, евро-4 И отдают предпочтение, наоборот, тем, у кого евро-0, евро-2 Ну, то есть, как-то мы вроде стараемся улучшать, а они, наоборот, деградируют С чем это связано? Ну, я уже давно говорил, что товарищ Волков, сменив директора Дубровина, далеко не продвинулся Предприятие как деградировало, так и деградирует, мне кажется Ушел Дубровин, все эти темы остались Люди, которые там воровали и зарабатывали, они остались, они работают Про них все знают, почему-то у них все хорошо Выгоняют перевозчиков, которые развивались и отдают предпочтение тем, которые не развиваются А только там помогали Дубровину воровать И эти факты известны То есть, каких-то качественных шагов за этот прошедший год в сфере общественного транспорта вы не видите? Я пока не вижу, да На следующий год, ну, по крайней мере, у нас планы амбициозные Во-первых, мы сейчас прорабатываем совместно с Министерством транспорта Кировской области и с правительством Кировской области Несколько программ федерального субсидирования общественного транспорта И если нам удастся, по крайней мере, пока показатели хорошие Если нам удастся продвинуться в этом вопросе То я думаю, что в следующем году, ну, по крайней мере, наше предприятие Либо уже единая транспортная компания, да Все-таки здорово обновиться Автобусами экологического класса, там, не ниже Евро-5 Автобусы будут адаптированы под доступную среду Также они будут с кондиционерами и так далее То есть, ну, что называется, в полном фарше В общем, это мы уже с вами все Переходим на мой следующий вопрос Вопрос как раз о планах Давайте тогда поговорим о 2020-м годе И первое, что меня интересует, это Недавно разыгранные лоты Конкурс, который провела администрация Вы, как мы уже говорили, выиграли один из лотов Наверное, уже ознакомились с контрактом, да, который подписывали Мы с вами в прошлый раз говорили, что для того, чтобы качественные изменения В общественном транспорте произошли Просто должен быть переписан контракт В нем должны быть условия, которые сподвигнут, так скажем, перевозчиков Работать по-другому Вот скажите, судя по этому контракту, что-то изменилось? Перевозчики наши будут до 23 часов работать, как нам обещают? До 23 часов работать, я думаю, будут Потому что штрафные санкции, на самом деле, в несколько раз выросли То есть, это кнут Пряников я там не увидел Но здесь, опять же, вот в этих контрактах И в конкурсной документации, которая выставлялась на торги Не было качественных характеристик транспорта Вот это вызывает и сомнения, и опасения и у депутатов, и у общественников То есть, ну, например, мы, заявляясь на этот конкурс Как я уже говорил, показали и газовые автобусы И автобусы, адаптированные под доступную среду И автобусы с кондиционерами Но за это ни одного дополнительного балла Ни мы, ни другие перевозчики не получили Потому что этого не было в конкурсной документации прописано Почему по такому пути пошли, ну, сказать не могу Может быть, потому что там считают, что за этот год должен быть переломный момент И контракт на год, можно помучаться Но я считаю, что тут тоже нужно было бы прописать Качественные характеристики, чтобы у перевозчиков были какие-то стимулы Как нормальная, здоровая, живая конкуренция Этого не было сделано Поэтому говорить о том, что общественный транспорт улучшится Благодаря администрации города Кирова в следующем году нельзя Он улучшится благодаря руководителям предприятий Которые будут улучшать свой подвижной состав Что касается, ну, как я уже говорил, работы до позднего времени Мы, по крайней мере, в Киров пассажир автотрансе Ни одного рейса не сорвали за год практически То есть без причин У нас лучшие показатели Мы выполняли показатели с 99,5% Ни одного таких показателей и в помине не было Из транспортных предприятий Поэтому нам не надо Было бы даже увеличивать штрафные санкции Мы и так, в принципе, работали Но достаточно профессионально и качественно Ну, если о других говорить Вот помните, мы с вами говорили Что там, допустим, не выходят перевозчики просто на последний рейс Потому что у них там выход 85% указан И они таким образом, не нарушая ничего, не выходят на последние рейсы Вот сейчас что-то изменится Изменился ли этот процент? Процент изменился Я думаю, что сейчас просто так беспрепятственно будет сложно Сойти с линии, съехать и так далее Процент изменился в лучшую сторону Это сейчас 90% Не предел, конечно Может быть, когда-то и дойдем до 95% Но здесь надо понимать, что в процент, в срывы рейсов входит не только то, что перевозчик взял и не выпустил автобус А любые там заминки, пробки и так далее Там сверхрегламентного времени ДТП У нас бывают там нередко ситуации, когда в ДТП виноват не водитель автобуса Вчерашняя ситуация, что творилось на дороге с Сидоровкой Просто там у нас вызывает гнев В злом кировчане расписали, что 4 автобуса на пути отпрошенной Сидоровки были в Кветах И наш автобус в том числе, слава богу, обошлось без пострадавших Он не съехал в Квет, его просто стащило То есть он стоял на месте, его просто, поскольку дорога там, ну, извиняюсь за такое, яйцом Соответственно, автобус просто стоя на месте стащило В любую непогоду там это происходит Да, и, соответственно, это все идут срывы Вина не наша, но нам эти рейсы не зачитывают Поэтому вот как раз процент 90, он, я думаю, что, ну, не сильно даст волю перевозчикам расслабляться И целенаправленно не выпускать автобусы Потому что маршруты, где там до 15 единиц подвижного состава Каждый срыв рейса или каждое отсутствие там транспорта на линии Достаточно в хорошее снижение процента выплывает потом Где более 20 единиц, то там, в принципе, не сильно там снижается процент Поэтому, ну, будем надеяться, что будут перевозчики выполнять эти требования Которые прописаны в конкурсной документации были и в контракте Но вы верите вообще, что в Кирове общественный транспорт начнет до 11 вечера ходить? Я верю, что те маршруты, которые должны ходить до 11 вечера, они будут ходить Но это не значит, что на каждой остановке человек может в 11 вечера уехать То есть до 11 вечера, это значит, он должен закончить в 11 вечера Или там в одну минуту 12, да Соответственно, это он должен быть уже на конечной остановке Поэтому понять на то, что можно будет на театральную площадь сесть в 11 вечера и уехать до Навязка Но как минимум нельзя Поэтому вот эти все разъяснения там все равно, я думаю, что администрация в ближайшее время там еще даст Но уже не в 8 вечера хоть будут заканчивать, а то хорошо Ну, посмотрим, но, в общем-то, получается, что на словах это звучит красивее, чем на самом деле У нас сейчас перерыв, через 2 минуты вернемся, уходим на рекламу Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа Особое мнение И высказывает его сегодня гендиректор компании «Киров пассажир автотранс» Денис Пырлок Денис, еще одну тему хочу с вами обсудить Старый мост хотят закрыть для крупного транспорта Идею предложил на заседании Гордумы Илья Шульгин, глава городминистрации Связано это не только с разрушением старого моста, говорят, что он уже ходить начинает, но и с тем, что крупный транспорт разбивает центр города То есть закрыть не только старый мост, но и центр города Вот вы эту идею как оцениваете? Это хорошо? Кто от этого пострадает? И, как знаете, как в приеме лекарств, да? Нужно оценивать риск от лекарства с последующими его... Я в целом идею поддерживаю с небольшими, но первое, все-таки говорить о том, что дальнобойщики и большегрузные автомобили у нас больше ущерб приносят проезжей части Это так, но они и платят транспортный налог намного больше, чем мы, автовладельцы с легковыми автомобилями Потому что они платят и за платон и так далее, но на самом деле оброк для них немалый Что касается того, что по старому мосту необходимо закрыть движение больших грузов Ну, оно уже закрыто, да? Просто эти знаки нарушают Никто за этим особо не следит, штрафы маленькие, можно отделаться предупреждением, поэтому это мало работает Идея в целом неплохая, я не знаю, что там с состоянием старого моста Но, наверное, Илье Вячеславовичу это лучше видно, потому что все равно какие-то там испытания, я думаю, проводили И информация у них есть, просто ее пока не афишируют Но, действительно, тут нужно соблюсти баланс Баланс в том, чтобы не получилось, как у нас, опять же, я говорил с разметкой Кто-то где-то сказал, что необходимо исключить левые повороты И все, у нас весь город исключили левые повороты, невозможно заехать ни в один двор Да, есть аварийные участки, которые необходимо ограничивать, безусловно Но у нас, мне кажется, шли по принципу Кашу маслом не испортишь и в любой двор, там, на дорогах, где даже никогда не было ДТП Взяли и нанесли сплошную линию разметки Поэтому здесь, я считаю, что тоже нужно какой-то там некий компромисс найти, баланс Чтобы не весь город взяли и перекрыли центр города Потому что все мы понимаем, что на предприятия фуры должны как-то ездить Ну вот предлагают разгружаться где-то за мостом, видимо, и довозить на маленьких машинках Подобная ситуация сейчас у меня вызывает опасения ситуации с магнитом Был построен распределительный центр, который функционирует в загоре и так далее Но ежедневно автомобили, фуры с прицепами предприятия магнит находятся, ездят, передвигаются по городу Кирову Оставляют прицепы практически без опознавательных знаков В темное время суток и так далее То есть, вот от таких, ну, для меня он нерадивый перевозчик Да, я не знаю, кто там отвечает за перевозки у них От таких я считаю, что эффект будет Потому что вот та же пятерочка, построив распределительный центр Я не видел у них, по крайней мере, там давно уже Большегрузных автомобилей в центре города Все есть небольшие, там, малотонные автомобили Ну, почему этим примером не следует, там, этот же магнит и так далее И другие, там, предприятия Ну, я не понимаю Взять и построить просто распределительный центр Как там, говорит Илья Вячеславович, ну, это бред Мелкие предприятия и так далее, там, мелкий бизнесник может это сделать Баланс соблюсти на самом деле, там, несложно Просто нужно ответственно к этому подойти Посмотреть, какие участки можно закрыть, какие Нельзя ни в коем случае закрывать Для этого я считаю, что просто нужно рабочую группу создать Которая бы проработала все механизмы, все варианты Я уже говорил, что мы, как общественники, готовы также подключиться Там, нашей рабочей группой от общественной палаты Но почему-то Везде, где мы предлагаем свою помощь, нас не слышат А потом администрация удивляется, почему мы их критикуем Ну, если бы вовремя с нами посоветовались Я не говорю, что мы прям специалисты во всем Но в нашу рабочую группу в том числе входят специалисты Которые в этой сфере, там, не первый год Там, доценты, да, и так далее Поэтому я считаю, что Здесь, чтобы меньше потом было Негатива со стороны жителей города Кирова Необходимо это все-таки качественно проработать этот вопрос Ну, история с тем, что, как вы говорите Там закрыть некоторые улицы А некоторые оставить открытыми Старый-то мост никак не спасает Старый мост нет Но у нас же, вот, например, там, на КМДК, по-моему, да В Вереснике очень много лесовозов ездит Про которые в том числе говорил Илья Вячеславович Я не вижу там больших проблем Объехать им по новому мосту Потому что они, как правило Ну, по крайней мере, я живу в Коминтерне Вижу, как они там передвигаются Они в основном практически поздно вечером С 9 до 11 вечера Когда пост ГИБДД в 8 вечера закрываются Потому что, чтобы их там не штрафовали Они передвигаются Я уверен, что в это время уже предприятия, наверное, у них не работают Зачем срезать там лишние 15 минут сэкономить Когда можно объехать все-таки, как положено По новому мосту Оставить свои транспортные средства С утра разгрузиться, как они это делают Просто я с этой сферой был связан И знаю, как это делается Я сам занимался лесом Поэтому я здесь сильно проблем не вижу Чтобы не передвигаться по старому мосту Но им проще здесь сократить И они, безусловно, едут через Коминтерн Едут через старый мост Чтобы на 15 минут приехать пораньше То есть нужны не какие-то жесткие меры Нужна дисциплина И контроль Потому что, несмотря на то, что Можно хоть 20 знаков повесить на старом мосту Но если у нас не хватает сотрудников ГИБДД И никому это контролировать То, наверное, это не поможет Одних камер мало Заменить сотрудника ГИБДД просто камерой Фото-видео фиксации Мне кажется, это как минимум кощунство Ну и, Денис, немного у нас осталось до конца программы Наша традиционная рубрика Правда, вы уже в течение программы Несколько раз на нее переходили Но все-таки я хочу спросить Рубрика о том, что было сделано за год Теперь уже раз мы в преддверии Нового года разговариваем Что было сделано за год для пассажиров Пригородных и междугородних рейсов И что, наверное, самое главное интересное Будет хорошего для них сделано в 2020 году Компании Киров Пассажир Автотранс Ну, за год было сделано, на самом деле, много для пассажиров Не понимаю, почему на протяжении последних четырех лет До моего прихода этого не делали Хотя средства, на самом деле, были немалые у предприятий в то время Во-первых, это онлайн-продажа Которая показывает на сегодняшний день Хорошие, огромные показатели Ну, под цифром что-то можете сказать? Порядка 200-500 человек в месяц пользуются онлайн-продажей Это именно на междугородних направлениях Поскольку у нас их не так много В основном пользуются на межрегиональные направления Это Сыктывкар, Казань и так далее А эти направления вы добавляете, насколько я знаю? Да, у нас сейчас уже все междугородние направления доступны в онлайн-продаже Более того, мы ввели возможность для пассажиров с населенных пунктов С крупных населенных пунктов Ну, например, Вятские поляны, Советские и так далее Купить билет онлайн не из города Кирова А с обратного направления Такого раньше не было Сейчас, буквально месяц назад это появилось То есть пассажиры могут теперь приобрести билет онлайн Находясь в Вятских полянах и так далее Пока только для Вятских поляна? Нет, там порядка 10 населенных пунктов То есть география этих населенных пунктов тоже будет увеличиваться Но в основном в тех населенных пунктах, где у нас есть междугородние направления Где у нас их нет, понятно, что мы это там не сделаем Последнее наше нововведение, которое на той неделе стартовало Это возможность оплаты банковской карты на пригородных и междугородних направлениях Именно нашего предприятия Безусловно, за прошедшие 5 дней Эффект от этого колоссальный Я этого даже не ожидал Я не думал, что у нас на пригородных направлениях Столько много желающих воспользоваться банковской картой Но, по крайней мере, в выходные мы получали первые отзывы Что пассажиры этого давно ждали Потому что в населенных пунктах В маленьких, ну, например, в Юрии Там недостаточное количество тех или иных банкоматов И пассажирам проще все-таки оплачивать по банковской карте Ну, и у нас есть некоторые маршруты пригородные Где работу обелечивают водители, а не кондукторы Поэтому им тоже это стало подспорьем и помощью В ближайшее время, в ближайшем будущем Мы хотим огромный акцент уделить на лояльность На программу лояльности для пассажиров То есть сейчас у нас достаточно немалая доля идет по банковским картам По онлайн-продажам Ну, то есть электронные деньги От налички мы постепенно уходим Во-первых, здесь много целей преследуем И прозрачность, и меньшее количество там воровства и так далее Мы сейчас ведем переговоры с банками Для того, чтобы была запущена какая-то хорошая программа лояльности Ну, на примере, например, там бонусов спасибо и так далее Традиционно ведем переговоры со Сбербанком, с другими крупными банками Будем подключаться в ближайшее время То есть, чтобы пассажиры могли воспользоваться бонусами спасибо Накопить их, потратить эти же бонусы на поездки нашего предприятия и так далее Но это на самом деле большой поток работы Пока последние недели перед Новым годом у нас задействована вся там То, чтобы новогодние праздники хорошо отработать там без эксцессов А уже после праздников там со свежими мыслями мы займемся вот плотно Но у вас разные идеи были, я помню, вы говорили там и каждый десятый билет или еще что-то И сейчас вы решили... Это все вкупе будет делаться То есть, программа лояльности, я считаю, что для пассажиров должна быть расширена Одному выгодно это, другому выгодно вот это Ну, конкретно, как это будет, еще не ясно Я пока вижу примеры бонусов, что-то вроде спасибо Но своих вы имеете в виду? На междугородних направлениях, на наших, по крайней мере, я думаю, что какой-то билет 10-й или 20-й бесплатный мы тоже введем Чем больше будет меню для скидок пассажиров, я думаю, что тем больше, наверное, там пассажиров будут пользоваться нашими услугами По крайней мере, отток от нелегальных перевозчиков уже заметен Еще будут какие-то нововведения именно для пассажиров удобные, приятные? Ну, в целом, таких крупных нововведений пока не готов сказать Они, как правило, возникают у меня спонтанно, да, и мы их потом прорабатываем и реализовываем Но, на самом деле, просто за короткий промежуток времени не озвучить все то, что мы сделали за этот год Но сделано было, на самом деле, там немало, и хорошие отзывы мы также получали В следующий год, единственное, что запланировано уже, это ближе к сезону, к летнему Мы все-таки все сезонные маршруты выведем на онлайн-мониторинг для пассажиров То есть в этом году мы вывели пригородные маршруты, которые круглогодично работают А сезонные маршруты уже будем в следующем году выводить Ну, просто вы реально очень активно работали в 2019 году Теперь, видимо, все будут ждать такой же активной работы и такого же большого числа бонусов И в следующем году, Денис, наша программа подходит к концу Спасибо вам за разговор, доброго дня и доброго дня всем слушателям До свидания Особое мнение на 101FM